Здравствуйте! Новые перспективы развития Алматинской области и ЖТСУ были обозначены на этой неделе. Регионы посетил глава государства Касым Жумарт Токаев. В эфире итоговая программа АПТА и ее ведущая Надежда Белова. Уходящая неделя была насыщена важными событиями, о которых в своих материалах расскажут мои коллеги. Итак, сегодня вы увидите. Новые задачи, новые возможности. Как прошел визит президента Республики Казахстан Касым Жумарт Токаева в Алматинскую область и ЖТСУ. Независимость, единство, стабильность. Торжественное празднование Дня Республики Казахстан в качестве самой главной национальной даты прошло в Талдыкургане. Историческая справедливость. В преддверии Дня Республики в городе Кунаев открыт мемориальный камень с именами основателей Капшигайской ГЭС. Жизнь на селе будет комфортной. Газификация, освещение и качественное медицинское обслуживание. Все это становится доступнее для сельчан. Живительная влага. Новые напитки под брендом Саламсу появятся на прилавках магазинов. На заводе Теранова запустили новую производственную линию. Одним из самых важных событий уходящей недели стал визит президента Касым Жумарто-Токаева в наши регионы. В первый день он посетил Алматинскую область, где встретился с общественностью. В своем выступлении перед жителями региона он отметил, что разделение территории ЖТСУ на две отдельные области – тщательное и взвешенное решение, принятое на основе обстоятельного изучения ситуации. В рамках встречи с активом Алматинского края были намечены приоритетные направления развития города Конаев и области в целом. Президент подчеркнул, что сегодня перед регионом стоит важная задача добиться сбалансированного территориального развития. Главный показатель в этой работе – обеспечение равного и широкого доступа граждан к базовым социальным услугам и улучшение жилищно-коммунальных условий. Кроме того, большое внимание должно быть уделено развитию инфраструктуры, образования и медицины, обрабатывающей промышленности, транспортной системы и энергетики, агропромышленного комплекса и туризма. В завершении мероприятия глава государства наградил ряд граждан за самоотверженный и честный труд, высокий профессионализм и вклад в развитие страны. Касым Жумар Токаев отметил, что строительство справедливого Казахстана должно стать наиболее важной целью. Тему продолжит Жандос Назарбаев. Президент прежде всего отметил, что область разделена на две части и регион имеет особое место для нашей страны. Отныне город Коннаев будет развиваться динамичными темпами. Для этого Алматинская область имеет большой экономический потенциал. Очень высокие инвестиционные возможности является аграрно-индустриальным регионом. Однако есть вопросы, которые должны быть оперативно урегулированы. Один из самых актуальных – жилье. С начала года 686 тысяч квадратных метров жилья, квартирный вопрос остается одной из острых проблем региона. Только в дачных массивах области постоянно проживает более 180 тысяч человек. Кроме того, в регионе достаточно много ветхого и аварийного жилья, высок уровень износа коммуникации. Поэтому правительству поручается увеличить финансирование жилищного строительства и капитального ремонта аварийного жилья. В регионе начнется массовое строительство административных зданий, жилых домов, больниц, школ, детских садов, объектов культуры и спорта. Появятся санаторно-курортные зоны. Областной центр нужно развивать как умный город с чистой экологией, пригодный для жизни. Новому областному центру нужен новый генплан. Кроме того, президент отметил, что Алматинская область является одним из самых густонаселенных регионов. И здесь важно развивать инфраструктуру образования и медицины. По моему поручению, реализуется национальный проект по модернизации здравоохранения села. В рамках этого в регионе в течение трех лет будут построены 38 лечебных учреждений. Однако этого недостаточно. Сейчас жители области часто едут в Алматы, чтобы обратиться к врачу. Поэтому остро ощущается дефицит учреждений здравоохранения. Но возможности города не безграничны. Как известно, медицинская инфраструктура города перегружена. Акимат области должен внимательно изучить, где и сколько лечебных учреждений необходимо. Затем правительство примет конкретные меры. В Алматинской области функционируют 52 трехсменные школы. В целях решения данного вопроса в регионе в рамках национального проекта «Комфортная школа» планируется строительство 39 образовательных учреждений. По словам президента, для решения этой проблемы необходимо привлечение частных инвесторов. Также он предложил идею создания академического городка в Кунаеве. Немало стран, создавших инновационный центр при крупных городах. Пусть правительство представит конкретные предложения по этому вопросу до Нового года. Конечно, понятно, что молодёжь хочет учиться и работать в таком крупном городе, как Алматы. Но я думаю, что Кунаев был бы очень удобным городом для студентов. Здесь достаточно земли для строительства общежития. Аренда квартиры тоже недорогая. Компетентное министерство должно рассмотреть вопрос открытия в городе Кунаеве Алматинского отделения высших учебных заведений и колледжей. Также необходимо продумать вопрос открытия нового современного университета. Президент отдельно остановился на вопросах развития энергетики, дорог и агропромышленного комплекса. Проблемы в данных сферах будут решены, что позволит региону успешно развиваться. Но для этого необходимо обновить инфраструктуру. В области функционируют две индустриальные зоны и ещё две зоны на стадии создания. Кроме того, для размещения перспективных проектов на территории города-спутника Гейтс-Сити, возводимого между городами Алматы и Кунаев, будет открыта специальная экономическая зона. Следует активизировать эту работу. Если инвестиции поступают из-за рубежа в область, нужно смело давать соответствующие преференции. В настоящее время более 50 международных компаний из России перебазировались в Казахстан. Концентрировать их все в крупных городах непродуктивно. Акимату нужно проработать размещение таких производств рядом с Алматы по периметру Бакат, что существенно поможет экономике области. Касымжомар Токаев в завершении встречи вручил государственные награды ряду граждан, работающих в различных сферах. Один из них – Куаныш Каэржанулы, работник Кунаевского городского отдела по ЧАЭС. Для него сегодня исторический день. Из рук главы государства он получил медаль «Ирлега Ишин». Уважаемый Касымжомар Кемелевич, эта награда воспринимается мной не только как личная, но и в целом высокая оценка работы всей спасательной службы Казахстана. Несмотря на то, что наша служба незаметна в обществе, является одной из самых востребованных. Совсем недавно казахстанцы увидели, с чем сталкиваются ежедневно спасатели во время тушения пожаров в Кустанайской области. Вы и сами присутствовали в ликвидации пожара и дали высокую оценку работе спасателей. Ваше поручение о повышении заработной платы спасательным службам – огромное внимание и забота о работниках нашей структуры. В свою очередь мы готовы и дальше продолжать трудиться во благо страны. В рамках визита в регион глава государства возложил цветы к памятнику Дунухамеда Кунаева, осмотрел достопримечательности города, встретился с жителями и представителями различных общественных объединений Алматинской области. Шандос Назарбаев при поддержке или радиокомплекса президента. Новые перспективы развития были обозначены на этой неделе и в области ЖТСУ, которую также посетил глава государства. На встрече с общественностью края Касым Жумар-Токаев отметил, что особое внимание будет уделено развитию сельского хозяйства и особенно сахарной отрасли, производству продуктов питания, укреплению промышленности и поддержке бизнеса, модернизации жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и социальной инфраструктуры, развитию туризма и вопросам экологии. Президент страны обозначил для области ЖТСУ широкий круг важнейших стратегических задач. В регионе по поручению главы государства будет построен лыжно-биатлонный комплекс, пилял крупного зарубежного технологического университета, фитоветеринарная лаборатория и целый ряд социальных объектов. Кроме того, Касым Жумар-Токаев объявил о присвоении Дому журналистов в Талдукургане имя известного талантливого телеведущего и общественного деятеля Бейсена Куранбека. Все подробности визита первого лица в область ЖТСУ смотрите в материале моей коллеги Дины Буранбаевой. Край с богатой историей, неповторимой природой, родина великих личностей. Испокон веков ЖТСУ недаром зовут раем на земле. С этих слов началась встреча главы государства с общественностью региона. Как отметил Касым Жумар-Токаев, в область идут новые инвестиции, модернизируется инфраструктура, повышается эффективность использования ресурсов. Сельское хозяйство – сфера номер один для региона. Особое внимание президент страны поручил уделить сахарной отрасли. Два из четырех сахарных заводов в нашей стране расположены в ЖТСУ. Один из них – Аксусский. На данный момент он не работает. Необходимо в кратчайшие сроки полноценно запустить простаивающий завод. Если потребуется, нужно рассмотреть возможность привлечения других инвесторов. Разработан комплексный план по развитию сахарной отрасли до 2026 года. В области ЖТСУ планируется увеличить пассивные площади под сахарную свёклу в 2,5 раза – до 15 тысяч гектаров. Мы продолжим оказывать поддержку отечественному агросектору. Благодаря этому область ЖТСУ превратится в один из центров производства сахара в стране. Наладить выпуск готовых продовольственных товаров стало ещё одним поручением президента. Талдыкурганская индустриальная зона позволяет привлекать сюда зарубежные производственные компании, подчеркнул глава государства. Область ЖТСУ демонстрирует и высокую динамику роста промышленного сектора. С начала года введено в строй 23 объекта. В их числе и единственные в Казахстане. Комбинат по производству высокомарочного кремния КАЗ «Силикон» и завод по прямому восстановлению железа «Электромарганец». При этом, отметил президент, необходимо активнее вовлекать инвесторов в обрабатывающую промышленность и использовать весь потенциал Талдыкурганского аккумуляторного завода. Ожидается также запуск с завода по производству промышленных аккумуляторов. Для обеспечения этих предприятий необходимым количеством сырья нужно ввести полный запрет на вывоз лома свинца из страны. Перспективным направлением развития отечественных аккумуляторных заводов может стать производство литий- и ионных батарей, спрос на которые будет только расти. Области ЖИЦСО необходимо привлекать международные компании и использовать весь транзитный потенциал особой экономической зоны Харгос «Восточные ворота», отметил президент. Актуальная проблема – резкое замедление работы пунктов пропуска на казахстанско-китайской границе в связи с карантинными ограничениями. Возникает скопление грузового автотранспорта, которое вызывает справедливое недовольство водителей. Для исправления ситуации необходимо ускорить внедрение электронной очереди на пограничных пунктах пропуска Алаколь и Нурлужо. Еще одним шагом, способным серьезно усилить экономические потенциалы региона, страны в целом может стать создание аккредитованной по стандартам Китая лаборатории. Ее работу увеличит наш экспорт в Китае. В центре внимания развитие инфраструктуры, в первую очередь дорожной. Ремонт республиканской трассы, проходящей через Кирбулакские и Панфиловские районы, глава государства поручил завершить в течение двух лет. Решаются в регионе и другие вопросы. 90% населения ЖТСУ обеспечено питьевой водой. При этом необходимо провести ремонт водопроводных сетей, ведь больше трети из них изношены. В центре внимания и газификация этот процесс необходимо усилить по всему региону ЖТСУ, отметил президент. Сейчас голубое топливо доступно только 10% жителей области. Построен магистральный газопровод Алматы-Талдыкурган. Полностью подведен газ в областной центр. Поручаю к 2025 году обеспечить газом все населенные пункты от Кирбулакского района до пригорода Талдыкургана. Кроме того, необходимо провести газопровод по маршруту Талдыкурган-Ушарал. Это позволит поставить газ в Аксусский, Сарканский и Алакульские районы, где проживает 180 тысяч человек. Уделить внимание поддержке малого и среднего бизнеса, а также природным красотам края ЖТСУ поручил президент на встрече с общественностью края. Алакуль, Балхаш, Джунгарский Алатау, Алтынгемель, Кора. Все это богатство, которое надо беречь, создавая при этом качественные условия для туризма. Так, на развитие инфраструктуры Алакуля было выделено 16 миллиардов тенге. И эта работа должна быть продолжена. Инвестиционные проекты на сумму более 3 миллиардов тенге будут реализованы в национальных парках ЖТСУ. Привлекаются инвесторы. Ремонтируются дороги, ведущие к заповедникам. Здесь будет построена дорога к самому высокому в Средней Азии водопаду Бурхан-Булак. Ключевая задача не только для региона, но и для всей страны. Решение проблемы обмеления озера Балхаш. Это очень сложный процесс, который требует больших усилий. Важно заняться озеленением береговой линии Балхаша, что позволит снизить эрозию почв и предотвратить опустынивание земель. Качественная социальная инфраструктура должна быть доступна и в городской, и в сельской местности. Сейчас по области строят 12 школ и столько же модульных медицинских пунктов. В ближайшие два года подобные медучреждения появятся еще в 40 населенных пунктах, рассказал президент. Кроме того, Касымжо Мартукаев поручил выделить средства из республиканского бюджета на ремонт областной детской больницы в Сталдыкургане, райбольниц в Аксюском и Кирбулакском районах, а также на оснащение онкодиспансера в областном центре. Открытие филиала крупного зарубежного технологического университета и строительство лыжно-биатлонного комплекса также запланировано в области ЖТСУ, отметил глава государства. Этот край, подчеркнул он, всегда славился особыми талантами и в спорте, и в творчестве, и в общественном развитии. На встрече шесть житесудцев из рук президента получили государственные награды за особый вклад в развитие родной области и всей республики. Я учитель начальных классов. У меня второй класс. Это, наверное, мой последний выпуск, так как я проработала в школе уже 40 лет. И, наверное, вот эта вот награда моя сегодняшняя, это итог моей профессиональной деятельности. Благодарю всех за, в первую очередь, президента нашей страны, наше государство за столь высокую оценку моего труда. «Единство в многообразии, сплочённость, самоотверженный труд на благо родного края – это то, что всегда отличает жителей ЖТСУ», – сказал Касымжо Мартокаев. «Люди – наше главное богатство и потенциал». Президент страны особо подчеркнул вклад в развитие республики талантливого журналиста и общественного деятеля Бесена Хуранбека. Известный телеведущий, руководитель телеканала ЖТСУ, гражданский активист, к большому сожалению, очень рано ушёл из жизни. Но его дело навсегда в сердцах общественности края. Глава государства выразил поддержку инициативе ЖТСУСов. И отныне Дом журналистов в Талдыкургане заслуженно будет носить имя Бесена Хуранбека. Дина Буранбаева, Серик Базулхан. При поддержке телерадиокомплекса президента Республики Казахстан. После завершения встречи с общественностью края ЖТСУ, Касымжо Мартокаев посетил ЖТСУСкую швейную фабрику Айсулум. Глава государства ознакомился с работой предприятия, открывшегося в Талдыкургане в июне этого года. Сегодня на фабрике трудится свыше 70 сотрудников из числа социально унизминок слоёв населения. Это многодетные и матери-одиночки, а также люди с ограниченными возможностями. Руководитель предприятия отметил, что здесь созданы безопасные условия труда, предусмотрен транспорт для развозки сотрудников. Кроме того, работники обеспечены бесплатным трёхразовым питанием. Отметим, что на предприятии на современном швейном оборудовании осуществляется пошив спецодежды и одноразовых медицинских изделий – масок, халатов и комбинезон. Касымжо Мартокаев отметил, что данная фабрика является хорошим примером развития в области ЖТСУ малого и среднего бизнеса. Положительно оценив работу предприятия, глава государства пожелал коллективу дальнейших успехов. В этом году мы впервые за последние 13 лет отметим День Республики. Свою историю праздник берёт с 1990 года. Тогда, 25 октября, была принята Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР, согласно которой основополагающими принципами государственности стали целостность, неделимость и неприкосновенность территории независимого Казахстана, укрепление национальной самобытности. В 1995 году указом президента 25 октября был объявлен национальным праздником – Днём Республики. А уже в 2001 году было принято решение о признании его не национальным, а государственным праздником. Спустя еще 8 лет, в 2009 году День Республики и вовсе был упразднен. И только в этом году президент Казахстана Касым Жумар-Токаев подписал закон, согласно которому Дню Республики вернули статус национального праздника. В области ЖТСУ празднование Дня Республики началось еще за неделю до основного события. В регионе прошли патриотические акции, уроки истории в образовательных учреждениях и различные торжественные мероприятия. С наступающим национальным праздником жителей края поздравил Аким области Бибиты Сабаев. В честь Дня Республики в областном драматическом театре состоялось награждение граждан, внесших весомый вклад в развитие региона и страны. Порядка 40 человек получили различные государственные награды, а также знаки почетного гражданина ЖТСУ из рук Акима области Бибиты Сабаева. Празднование началось с торжественного выноса государственного флага, одного из главных символов страны. Традиционный гимн в эту праздничную дату звучал особенно торжественно. День Республики Казахстан более 10 лет незаслуженно оставался вне списка государственных праздников. В нынешнем же году президентом было принято исторически важное решение. 25 октября объявлен национальным праздником. Именно в этот день, в 1990 году, была принята декларация о государственном суверенитете республики. В торжественном поздравлении земляков Аким области ЖТСУ Бибит Исабаев особо подчеркнул, что эта декларация стала главным шагом к независимости страны. Благодаря декларации приняли конституционный закон о государственной независимости Республики Казахстан. В связи с этим не просто логично, а исторически справедливо и значимо решение президента страны о возвращении Дню Республики статуса национального праздника, ставшего символом единства, солидарности и общности наших целей. Независимость, единство и стабильность – главные ценности, которым мы все должны всячески и всегда оберегать. Верю, что посильный вклад в это общее дело внесут и жители нашего региона ЖТСУ. АПЛОДИСМЕНТЫ Главное богатство и гордость Казахстана – его народ, люди, чей ежедневный труд помогает нашей стране уверенно идти в будущее. Их честование станет доброй традицией национального праздника, выразил уверенность Аким области. Работники сельского хозяйства, образования, медицины и производства, управленцы, общественные деятели, предприниматели. Порядка 40 человек получили различные награды из рук Акима области. Восемь из них указом президента стали обладателями Ордена Курмет за значимый вклад в социально-экономическое развитие. Я проработала в образовании 55 лет, воспитала не одно поколение учащихся, молодежи. И сейчас они приносят пользу не только нашей области, но и всей республике. Трудятся во всех сферах образования, здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства. Поэтому страна, процветай удачи, успехов всем жителям Казахстана, чтобы над нами всегда было чистое мирное небо. Высокой государственной награды Ордена Трудовой Славы Третьей Степени удостоились мастер по озеленению Талдыкурган Куркейту и рабочий Коксу СНДН Компани. Главный редактор газеты Алатау Айтакен Булгаков получил звание заслуженного деятеля Казахстана. А решением областного маслехата ряд жителей за особые заслуги перед краем удостоился звания почетного гражданина области ЖТСУ. В их числе космонавт, народный герой Казахстана Айды Наимбетов, аграрий и меценат Таскан Жапаркул и ветераны труда Асылмурат Турганбеков и Анатолий Рудер. Мне очень приятно, что сегодня в такой замечательный день в свое время мой труд сегодня был отмечен замечательной наградой почетный гражданин края ЖТСУ. Я от всей души хочу поздравить всех сегодня с этим замечательным праздником, пожелать всем крепкого здоровья и больших творческих успехов в деле становления нового Казахстана и края ЖТСУ. Аким области Бивит Сабаев вручил 12 житых СУССА медали за добличный труд Ерен Ембегаушин, почетные грамоты Республики Казахстан, а также медали Шапагат за благотворительную деятельность и проявляемое милосердие. В ответном слове награжденные поблагодарили за оказанное внимание, подчеркнув, что за этим стоит труд целых коллективов. Сегодняшняя награда не только моя. В ней есть оценка и труд всех крестьян нашего района. Благодарю главу государства за высокую оценку нашего труда, за поддержку. Глава государства на встрече с общественностью в области ЖТСУ поставил перед всеми нами большие задачи. Мы, жители Искердинского района, приложим все усилия до достижения поставленных задач. Подарком для всех собравшихся в областном драматическом театре в честь Дня Республики стала большая концертная программа, где прозвучали самые лучшие произведения о нашей Родине. К празднованию Дня Республики уже приступили и в Алматинской области. В регионе было проведено более 60 мероприятий, участие в которых приняли представители всех возрастов. Кроме того, в честь национального праздника были открыты новые объекты. Общественность региона с Днем Республики поздравил Аким области Марат Султангазеев. На торжественной встрече он вручил жителям края заслуженные награды. 46 государственных служащих, а также представители различных общественных объединений удостоились высших наград от имени руководства страны и Алматинской области. Аким региона Марат Султангазеев выразил слово благодарности жителям и работникам госструктур за весомый вклад в развитие региона. Торжественное мероприятие сопровождалось грандиозным концертом с участием артистов казахстанской эстрады. Более подробно расскажет Жандос Назарбаев. В ходе торжественного собрания, посвященного Дню Республики ветеранам и молодежи, заслуженным деятелям спортивной сферы области и города Кунаев, были вручены награды от имени главы государства. Напомним, что в ходе недавнего визита Касамжомарта Токаева в Алматинскую область он встретился именно с этими представителями спорта. Декларация о государственном суверенитете республики, принятая 25 октября 1990 года, стала документом, исполнившим заветную мечту предков. В результате современный Казахстан – это сильное государство с развитой экономикой и потенциалом, признанным во всем мире. Наша миссия – сделать нашу независимость достойной и крепкой, отметил в своей поздравительной речи Аким области. Большой вклад в развитие страны вносят жители Алматинской области. Наш регион с новым областным центром, городом Кунаев, обладая огромным потенциалом во многих направлениях, играет важную роль в социально-экономической жизни страны. Каждый год обеспечивается рост экономики. Вы это можете видеть в построенных школах, детских садах, объектах здравоохранения, культуре, спорта и домах. В частности, наша область занимает третье место по стране после Астаны и Алматы по объемам жилищного строительства. Результатом увеличения инвестиций является появление новых рабочих мест заводов-фабрик. Большой экономический потенциал региона отметил глава государства Хасмаджамар Кемель Штокаев в рамках посещения нашей области. Действительно, на территории Алматинской области расположен целый ряд крупнейших производственных компаний, в том числе транснациональные. Эти цифры могут возрасти с учетом поручения президента о размещении новых иностранных компаний вдоль Бакада. Огромную роль в развитии бизнеса сыграет создание специальной экономической зоны. Глава государства отдельное внимание обратил к развитию города Хунаев и сказал, мы сделаем все, чтобы город Хунаев стал полноценным и привлекательным областным центром. Его нужно развивать как высокоэкологичный, умный город, комфортный для проживания. Хунаев должен стать научно-образовательным центром и городом притяжения для молодежи и студентов. Уверен, что благодаря единству сплоченности наши земляки будут в авангарде строительства современного Казахстана. Напомним, президент принял решение о возобновлении Дня Республики на национальном Курунтае, проходившем в начале лета в Лутаусской области. По его словам, праздник должен стать символом исторического шага к государственности. Одним из ярких проявлений этого является то, что сегодня ряд граждан региона получили государственные награды. Секретарь Эмбеши Казахского районного маслихата Бекет Ахметов и член Общественного совета Уйгурского района Згарбек Бектурсунов награждены орденом Парасат. Празднование Дня Республики спустя столько времени снова возобновилось. Очень рады этому поистине государственному празднику. Пусть наша страна, как и в целом народ Казахстана, процветает. Желаю всем всего самого наилучшего и прекрасного. Кроме того, на торжественном собрании были вручены ордена Курмет и Эмбек Данка третьей степени, медали Ирине Эмбегу Ишин, Шапагат, почётные грамоты и благодарственные письма. Также гражданам, внёсшим значительный вклад в развитие региона, присвоено звание «Почётный гражданин Алматинской области». Один из них – руководитель областного филиала по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур. Мы всегда желаем, чтобы в стране был мир и спокойствие. Поэтому поздравляю всех, кто сегодня удостоился наград. Благодарю депутатов Маслихата, Аким Алматинской области, которые ценят наш труд и по достижении этого возраста, присваивают звание почётного гражданина Алматинской области. Поздравляю всех от всей души. На праздничном собрании государственные награды получили около 50 человек. В конце мероприятия звёзды казахстанской эстрады и солисты областной филармонии представили своё творчество. В канун национального праздника в городе Кунаев на базе Капшигайской ГЭС состоялось торжественное открытие мемориального камня с именами основателей градообразующего предприятия. С поздравительной речью выступил Аким Алматинской области, Марат Султангазиев и ряд представителей энергетики региона и страны. На праздничном мероприятии побывала и наша съёмочная группа. Ден Мухаммед Кунаев, Шапок, Щёкин, Асанбай, Аскаров. Это известные имена тех, кто основал столь стратегически важное для региона градообразующее предприятие Капшигайская ГЭС. Отметим, что место, где сейчас расположена гидроэлектростанция, впервые было изучено в 1942 году. И уже спустя почти 30 лет, в 1970-м, ГЭС была запущена на полную мощность. И сегодня, в преддверии празднования Дня Республики, в торжественной обстановке на территории станции, глава региона Марат Султангазиев и ряд представителей энергетической отрасли страны установили мемориальный камень с именами основателей. Димаша Ахмедовичу 110 лет. Проектировщику данного ГЭС, Шапик Чокину, нашему основателю энергетической науки, ему тоже 110 лет. И на тот момент долго был руководителем нашего региона, Алматинской области, Асанбай Аскаров, ему в этом году исполнилось 100 лет. Все эти юбилеи сегодня в одном мероприятии объединили. Хотел бы большую благодарность выразить Самрук Энерго, АЛЭС, за то, что они не забывают историю, за то, что они взяли на себя такую важную миссию, установили камень, именно мемориальный камень в том месте, где и начинался вообще сам город Капчегай. Самое первое предприятие, оно является городообразующим. Поэтому, пользуясь случаем, хотел бы пожелать и горожанам, и в первую очередь энергетикам успехов в работе. На сегодняшний день в предприятии трудится 141 человек. Функционируют 4 гидроагрегата по 91 мегаватт с общей мощностью 364 мегаватт. По словам руководства ГЭС, открытие памятного камня с именами выдающихся личностей, внесших огромный вклад в энергоресурс Казахстана, является поистине справедливым решением, которое, безусловно, будет положительно стимулировать работников на качественное выполнение своих обязанностей. В 1942 году, благодаря Шапаха Шукина, было разработано технико-экономическое обоснование. И Шапах Шукина обосновал, что именно на этом месте должна стоять Капчегайская ГЭС. Теперь, если говорить, то первый секретарь Димухаммед Ахмедович Шкунаев внес свою лепту, и в честь него здесь, при возведении этого ГЭС, заложил первую доску с надписью «Запустить куб бетона» заложенный. И мемориальная доска, она здесь у нас, на ГЭСе. Ну и все это воплотили в жизнь, тоже внес свою лепту Асамбай Аскаров. Благодаря этому мы сегодня здесь установили монумент. Торжественное мероприятие продолжилось концертом с участием музыкальных коллективов областной филармонии и прозвучали песни в исполнении солистов художественной самодеятельности энергетического предприятия. Жан-Дос Назарбаев, Айдос Калиев, телеканал ЖТСУ, Алматинская область. Как отметил глава государства во время встречи с общественностью Алматинской области, одной из важных задач является развитие обрабатывающей промышленности. Стоит отметить, что в данном регионе доля таковой – одна из самых высоких в стране. Область лидирует по производству продуктов питания, напитков, бумажных изделий, пластиковых труб и других товаров. На этой неделе одно из производств, действующих на территории Алматинской области, приступило к увеличению мощности. На заводе по производству безалкогольных напитков и питьевой воды «Терра-Нова» в Карасайском районе запущена новая производственная линия. Отныне здесь будут выпускать газированные напитки под брендом «Саламсу». Стоит отметить, что создание новых производственных мощностей стало возможным благодаря поддержке Фонда развития промышленности. Тему продолжит Аделя Кжаркенова. Данный завод был открыт в 2014 году в поселке Береке Карасайского района. В основном производство ориентировалось на выпуски природной питьевой воды. В 2021 году здесь начались работы по расширению и строительству линии для производства напитков в жестяных банках. В рамках госпрограммы по индустриально-инновационному развитию проект был профинансирован. Сумма инвестиций составила 4,5 миллиарда тенге. В том числе 2,5 миллиарда – это кредитные средства, а 1,3 миллиарда тенге – собственные. На торжественном открытии с особенностями новой производственной линии гостей ознакомила заместитель директора по производству Надежда Плотникова. В чем плюс? То, что миксер у нас настроен полностью автоматизирован. То есть оператор просто задает параметры и далее производство идет, он должен просто отслеживаться. Наше предприятие очень часто выступает как бы обучающей площадкой для гигантов таких, как Орджи Брэнс, Кока-Кола, потому что мы готовы брать и молодежь после института, которым очень сложно найти работу, а мы в свою очередь их берем, обучаем, готовим. Газированные напитки со вкусом лимона, клубники и зеленого яблока будут выпускать со скоростью 5000 банок в час. Это внесет большой вклад в социально-экономическое развитие района, создавая новые рабочие места и способствуя формированию бюджета, отметила заместитель Акима Карасайского района Айжан Назарбаева. В Карасайском районе сейчас действует 18 крупных предприятий и 55 средних производств, в том числе и завод по выпуску питьевых напитков, на торжественном открытии которого мы все собрались. Мы рады, что отечественный продукт будет выпускаться именно здесь. Это принесет положительный эффект как в экономическом развитии, так и в трудоустройстве населения. В год предприятия планируют выпускать 40 миллионов единиц продукции, в том числе козированные напитки, бутилированная вода и энергетики. К тому же есть возможность для дальнейшего расширения. А в 2023 году планируется наладить экспорт продукции в такие государства, как Россия, Кыргызстан и Узбекистан. Аделя Кжаркинова, Хангельда Ахмедханов, телеканал ЖИТСУ. Во время встречи с активом Края ЖИТСУ глава государства назвал первостепенной задачей производство продуктов питания и, конечно, развитие сельского хозяйства. По его мнению, благодатная и щедрая земля ЖИТСУ обладает большим потенциалом для развития сельского хозяйства, за которое отныне будет отвечать новый руководитель управления. На этой неделе распоряжением Акима области на эту должность назначен Нурдаулет Кененбаев, 1966 года рождения. Он окончил Казахский сельскохозяйственный институт по специальности ученый-агроном. Трудовую деятельность начал агрономом совхоза Инбекши Коксуйского района. В разные годы работал главным специалистом инспекции по контролю за использованием и охраной земель Алматинской области, главным специалистом областного управления земельных отношений, начальником отдела, заведующим агропромышленным отделом аппарата Акима области, главным инспектором отдела организационной инспекторской работы. Также занимал должности заместителя Акима Коксуйского и Кербулакского районов, заместителя руководителя управления сельского хозяйства Алматинской области. С июля 2022 года был заместителем руководителя управления сельского хозяйства области ЖИТСУ. Во время визита в область ЖТСУ глава государства отметил, что одним из приоритетных направлений в сельскохозяйственной отрасли должно стать производство сахара. А потому необходимо увеличивать площади посевов сладкого корнеплода. По плану, к 2026 году в регионе они составят 15 тысяч гектаров. Сегодня уборка сахарной свеклы в области ЖТСУ подходит к завершению. Аграрии уже собрали с полей свыше 80% корнеплода. Средняя урожайность – 409 центнеров гектара. В рамках ВОЗ-программы часть крестьянских хозяйств области к уборочной кампании обновила технику. Продолжит Дина Буранбаева. Более 18 тысяч крестьянских хозяйств задействованы в агросекторе области ЖТСУ. Из них 160 заняты выращиванием сахарной свеклы. С начала сезона с полутора тысяч гектаров собрано 60 тысяч тонн корнеплода. Вся продукция отправляется на переработку на Коксуйский сахарный завод. В целом, в этом году мы планируем реализовать на Коксуйский сахзавод до 200 тысяч тонн продукции. Завод приступил к переработке сахарной свеклы с 11 октября. Обработка более 500 тонн в сутки. В вегетативный сезон проблем с поливом не было. Было поставлено 1 миллион 300 тысяч кубометров воды. Общей нехватки воды не наблюдалось. Оптимизация процессов и увеличение продуктивности выращивания сладкого корнеплода – это один из важнейших вопросов для всей сахарной отрасли. Предоставление льготных кредитов для фермеров, по словам специалистов, – одна из весомых мер поддержки сельхозтоваропроизводителей. С начала года по области различные субсидии получили порядка 5 тысяч человек. На эти цели было направлено около 15 миллиардов тенге. Особое внимание уделяется модернизации техники. Что касается техники, то всего в этом году в лизинг крестьянами было приобретено около 400 единиц техники. Кроме того, в нынешнем году добавлена ещё одна новая программа финансового института КАЗАГРО. В нашей области в этой программе принимает участие около 50 фермерских хозяйств. Согласно плану развития сельского хозяйства, до 2026 года посевы сахарной свёклы в регионе будут увеличены до 15 тысяч гектаров. Сегодня в регионе имеются большие возможности для поливного земледелия. При проведении восстановления и модернизации ирригационных систем есть возможность значительно увеличить площади орошаемых земель. Кроме того, расширить посевы сельхозкультур можно благодаря возврату неиспользуемых участков в государственную собственность и предоставлению её аграриям. Неосвоенные пустующие территории – один из актуальных вопросов для области ЖТСУ. В этом году было выявлено 1 миллион 300 тысяч гектаров неосвоенных пазвищ. Из них при содействии прокуратуры области 63 тысячи гектаров возвращены в государственную собственность. В ходе проверок надзорного органа выяснилось, в Сарканском и Кирбулакском районах эта работа ведётся не на должном уровне. Подробности в материале. 132 тысячи гектаров неиспользуемых земель выявлено с начала года в Кирбулакском районе. Из них в государственную собственность в этом году возвращено менее 10 тысяч гектаров. Начиная с 2019 года до сегодняшнего дня 20 тысяч гектаров земли возвращено в собственность района. Эти работы сейчас продолжаются. Совместно с Акиматом работа ведётся. По району с 2017 года была запланирована реализация 28 инвестиционных проектов. На сегодня 14 из них, как выяснилось в ходе проверок, не используются по назначению. При этом сами крестьяне ощущают острую нехватку сельхозугодий. Так, по Кирбулакскому району требуется 6 тысяч гектаров земли. Особый дефицит в округе сёл Когалы, Шубар, Коксу и Талдыбулак. Однако работа по возвращению территорий занимает от года до трёх лет, говорят специалисты. Возвращение земель – процесс намного более сложный, чем её выдача. Процесс занимает много времени. Это целый ряд процедур. Сначала мы идём к владельцу и выдаём ему письмо с предупреждением. Далее через год при бездействии областной инспектор выписывает штраф. После этого мы обращаемся в суд. И лишь после решения суда земли возвращаются в государственный фонд. Ситуация с землёй складывается парадоксальная. Одни хозяйства испытывают острую нехватку угодий. Другие не используют выданные территории по назначению. По данным прокуратуры, в области зафиксировано 1,3 млн гектаров неосвоенных пастбищ. Для их выявления был использован в том числе и спутниковый геопортал «Гарыш Сапары». С помощью геопортала «Гарыш Сапары» были проведены космические исследования. В результате выявлено 860 тысяч гектаров неиспользуемых земель. По ним внесены акты надзора. В настоящее время из указанных участков по мерам реагирования прокуроров возвращено государству 18 тысяч гектаров пастбищных земель. По остальным участкам проводится работа по их возврату в государственную собственность. Кроме того, выявлены нарушения по 34 крестьянским хозяйствам, которые незаконно использовали пастбищные угодья площадью 7600 гектаров. Указанные земли по мерам прокуроров возвращены государству. В целом же, благодаря принимаемым прокуратурой мерам, 45,5 тысяч гектаров пастбищ уже возвращено государству. Ещё на 350 тысяч гектаров владельцы приступили к освоению земель. Кроме того, при содействии надзорного органа, 370 тысяч гектаров пастбищных земель поставлены в резерв для нужд населения. Дина Боранбаева, Амина Кудайберген, Габит Кабдрахман, Телеканал ЖТСУ. В приоритете повышение благосостояния населения. И сегодня в крае ЖТСУ предпринимаются меры для улучшения жизни жителей региона. Одним из примеров стал Коксуйский район. На этой неделе в селе Алгабас было проведено уличное освещение. Отныне жители населённого пункта смогут спокойно гулять и в вечернее время. На установку и подключение светодиодных уличных фонарей из местного бюджета было выделено 27 миллионов тенге. Тему продолжит Оружан Книебаева. В селе Алгабас шесть улиц. И сегодня все они полностью освещены. Здесь установлены 147 светодиодных лампочек. Подключение уличного освещения – большая радость для всех двух тысяч местных жителей, которые отныне смело могут гулять по любимому селу даже в позднее время. У нас важное событие. Улицы села подключили к свету. И этому мы очень рады. Все жители села долгое время ждали этого. И сегодня, ко Дню Республики, мы получили такой подарок. Большое спасибо руководству области, района и села за то, что они проявляют заботу о населении. Желаю, чтобы в нашем крае было больше радости, больше добра. Сегодня все счастливы, потому что от уличного света зависит безопасность наших детей. Ведь они в позднее время возвращаются с учёбы. Освещение – важный элемент благоустройства любого населённого пункта. От этого зависит не только безопасность, но и комфорт. И сегодня в области ЖТСУ светлых улиц становится всё больше. Глава Куксузского района Марлен Кульбаев поздравил жителей села Алгабас с подключением уличного освещения. К Дню Республики Казахстан мы сегодня полностью подключили ночное освещение улиц села Алгабас. В селе есть шесть улиц. До этого полтора улицы были освещены примитивными освещениями. Но на сегодняшний день всё исправлено. И вот Казахстан Электро выиграл конкурс на 27 миллионов и полностью шесть улиц. На шести улицах установили столбы с новыми освещениями, эконом-лампами. И на сегодняшний день всё село освещено. Монтажные работы проводились в течение трёх месяцев. И на сегодняшний день по всех улицах установлены столбы освещения. И все они сегодня мы запустили. В настоящее время в селе проводятся и другие работы по благоустройству. Для молодёжи предусмотрен парк, кинотеатр, а также зоны отдыха. Стоит отметить, что в следующем году в данном населённом пункте планируется провести работы по укладке асфальта. Оружант Нейбаева, Жайх Курмамбаев, телеканал ЖИТСУ. Канун Дня Республики для жителей Коксуйского района ознаменовался целым рядом значимых мероприятий. Жители села Злехитом Шибаевы получили доступ к газу. В населённом пункте Теректы открыта новая спортивная площадка, а в селе Жамбыл – блочно-модульный медицинский пункт. К слову, его строительство длилось всего два месяца. Здесь созданы условия для оказания первой медицинской помощи. Объект оснащён современным оборудованием. Своей радостью от долгожданных положительных изменений, происходящих в регионе, жители района поделились с нашей съёмочной группой. Весомый подарок ко Дню Республики получили жители населённого пункта Злехитом Шибаева. Сюда провели природный газ. Такому повороту событий сельчаны особенно рады сейчас, с выступлением первых холодов. Теперь им не придётся ездить за углём и дровами. Освободилось и время, которое уходило на топку печей. «Всё это время мы топили печку. Теперь же и к нам пришёл газ. Мы очень рады. Нам станет не только легче, но и экология улучшится. Самое главное, наши дети зимой не будут мёрзнуть, потому что теперь дома будет тепло и днём, и ночью». Голубое топливо запустила подрядная компания БСП «Группа ЛТД». Особо учитывали ценовую доступность, в связи с чем предусмотрели рассрочку на 10 месяцев без процентов. Следует отметить, что в Куксусском районе насчитывается 41 323 дымовые трубы. Сегодня газифицировано 48%. К концу 2023 года население района будет полностью обеспечено газом. «Сегодня подключаем к газу пятый аул в Куксусском районе. На следующей неделе голубое топливо появится ещё в двух сёлах, а к концу года добавятся ещё три села. Затем до конца года к газу будет подключено 10 сёл Куксусского района. На сегодняшний день готовы проектно-сметная документация для 12 посёлков. Строительные работы начнутся после Нового года». Кроме того, в селе с населением более 800 человек открыт блочно-модульный медицинский центр. На строительство медпункта выделено 22 миллиона тенге. Сейчас три медицинских специалиста готовы оказывать услуги жителям села Жамбыл. Руководитель областного управления здравоохранения сообщил, что в следующем году в районе будет открыт кабинет компьютерной томографии. В целом, в Куксусском районе до 2025 года планируется строительство ещё восьми блочно-модульных медицинских пунктов. «Новый медицинский пункт очень удобен. Объект оснащён современным оборудованием. Это радость и для нас, и для сельчан. Теперь мы сможем предоставлять множество услуг. К примеру, проводить сельские скрининги, делать прививки взрослым и детям». С радостью отметила День сегодняшней молодёжи села Теректе. Здесь открылась новая спортивная и игровая площадка. На ней обустроена площадка для мини-футбола, а также уличные тренажёры и качели для детей. После церемонии, открытия, подростки тут уже организовали и провели соревнования между собой. «Я благодарен, что они построили это поле. Я буду играть здесь каждый день, думая, что я буду побеждать в каждом соревновании». Как сообщила Аким района, на повышение благосостояния выделено более 21 миллиарда тенге. Хондуз Нурмуханбетова, Шалкар Нурмуханбет, Кайрат Кастурганов, Телеканал Житсу, Куксусский район. В преддверии Дня республики в селе Аксу Аксусского района открылся многофункциональный спортивный комплекс. Он полностью отвечает всем современным стандартам. В торжественном открытии нового спортивного объекта приняли участие руководитель управления физкультуры и спорта области Житсу Алмат Ушкемпиров, заместитель Акима района Газис Утарбайулы и жители села. Комплекс оборудован в соответствии с международными требованиями. В новом зале одновременно будут заниматься 200 человек. Объект был построен благодаря спонсорству местного бизнесмена Айдена Сулейменова. Он полностью за свой счет возвел здание общей площадью полтора тысячи квадратных метров и передал его в собственность государства. Это третий уже объект, построенный бизнесменом, меценатом Сулеймен Айден Акановичем. Здесь затрачены личные средства по личной инициативе. Комплекс рассчитан на 180-250 посещений суточно. Общая площадь его полторы тысячи квадратных метров. Оснащен по последним технологиям строительным построенным. Новый комплекс подарок не только для местных спортсменов, но и для всех жителей села. Ведь совсем недавно провести свободное время людям было негде. А теперь сельчане могут укреплять силы в тренажерном зале. Особо обрадовались этой новости и старшее поколение. Теперь их дети и внуки будут тренироваться в полноценном спортивном здании, а не в школьном спортзале, как было раньше. У нас важное событие. В нашем селе построен новый спортивный комплекс. Все жители села долгое время ждали этого. И сегодня, к Одню Республике, мы получили такой подарок. У меня восемь внуков, и все они будут здесь заниматься спортом, чему мы очень рады. Мы благодарим Айдына Сулейменова за строительство этого комплекса. Желаю, чтобы в нашем крае было больше радости и больше добра. Общая стоимость проекта составила более 400 миллионов тенге. Теперь детвора и взрослые могут заниматься в различных кружках совершенно бесплатно. В старом школьном спортзале не умещалось большое количество детей. В новом же помещении одновременно могут заниматься 30-40 человек. Наши дети счастливы, ведь у них появился замечательный зал. Надеюсь, здесь будем воспитывать будущих чемпионов. Стоит отметить, конструкция здания позволяет сохранять тепло зимой и прохладу летом. Комплекс будет функционировать круглый год, вне зависимости от погодных условий. А Ружан Книеваева, Жаслан Шенкенже, телеканал ЖЭТСУ, Аксусский район. Развитию спорта в ЖТСУ и Алматинской области действительно уделяется большое внимание. Доказательство тому – многочисленные победы наших спортсменов. И то, что именно на территории наших регионов довольно часто проводятся международные соревнования. Так, в Талдукургане на этой неделе прошел турнир по индор-хоккею, в котором приняли участие команды из разных стран. А в Кигенском районе состоялся международный открытый чемпионат по Кокпару. За звание лучших состязались всадники из соседнего Кыргызстана и местные спортсмены. Наш корреспондент расскажет более подробно. В этих международных состязаниях по Кокпару приняли участие четыре команды. Для участия в мероприятии съехали спортсмены из Кигенского и Раимбекского районов, а также соседнего Кыргызстана. Соревнование также было организовано и среди спортсменов-ветеранов старше 40 лет. Напомним, прошлым летом сборная Кигенского района побывала в Тюбском районе Кыргызстана. Теперь же, наоборот, кокпаристы из соседней страны приехали на дружескую встречу. «Я думаю, что такое соревнование – пример подрастающему поколению. Много детей проявляют интерес, хотим дальше развивать Кокпар, скачки, чаще их проводить». Колючий мороз и ранний осенний снег в этих краях – явление привычное. Однако непогода не помешала спортсменам. Сначала джигиты продемонстрировали своё мастерство в КСКУ. В состязаниях Аудараспах по Луны проявили всю мощь и силу. Немало было и тех, кто состязался в Тенге-Алу в подвешенном состоянии на своих лошадях. Полный восторг болельщиков вызвала основная часть соревнований Кокпар. «Хорошо в Кигенском районе развивается конный спорт. У нас есть прославленный кокпарист Бахдаулет. Он постоянно тренируется и готовится к состязаниям. От конного спорта большая польза. Это укрепляет их здоровье, мышцы, делает их духовно сильными». Следует отметить, что мероприятие было организовано руководством Кигенского района по случаю Дня республики. Их главная цель – приумножить достоинства конного спорта и отметить государственный праздник. Мероприятие не обошлось без ценных призов. «Пригласив нашу братскую страну, мы организовали национальные спортивные игры. За первое место вручили 300 тысяч тенге, за второе – 200 тысяч тенге, а за третье место вручили 100 тысяч тенге. Кроме того, наградили специальными дипломами и кубками». Отметим, что кыргызские спортсмены заняли первое место по итогам соревнований. Второе место заняли кукпористы Раимбекского района. Третье место досталось хозяевам в соревновании. И в завершении нашей сегодняшней программы радостная новость. У области ЖТСу появился свой официальный герб. Об этом сообщили депутаты на сессии областного маслихата. Решением представителей конкурсной комиссии эскизный проект члена Союза художников Республики Казахстан Есета Дауренбекова принят единогласно. Новый герб имеет форму круга. Внутри изображен символ Талдыкургана монумент ЖТСу. Над ним возвышаются горные вершины, из-за которых выглядывают лучшие солнца, а над ними шанерак. Караван верблюдов является олицетворением Великого Шелкового Пути, а волны представляют семь рек ЖТСу. Название области написано вверху герба золотыми буквами. Это были все важные события уходящей недели. С наступающим праздником вас, с Днем Республики! Оставайтесь на телеканале ЖТСу. До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok